По проделанной работе за прошлый год отчитался один из самых в некотором смысле расстрельных департаментов дорожного хозяйства и транспорта. А между тем в 2018 отремонтировано 104 километра дорог и это вдвое больше объемов 2017. Один из самых крупных проектов ремонт участков в направлении Иваново-Палих сделали 37 километров. Это участок дороги Суздак-Гаврилов-Пасад в Гаврилов-Пасадском районе, где отремонтировано более 5,5 километров. Если, как вы помните, на этот отрезок дороги поступало множество справедливых нареканий. В 2018 году завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Гордяковка-Лухчадуево протяженностью 3 километра на границе Лужского и Пуческого районов. В Лежневском районе завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Лежнево-Усока протяженностью 6,3 километра. Также завершены первые этапы реконструкции автомобильных дорог Южиталица-Мугреевский в Южском районе, это 9 километров, и Лежнево-Хозниково-Шуя в Лежневском районе, более 3 километров. Этот год, полагают в департаменте, должен стать переломным. В планах 200 километров дорог, объем дорожного фонда 4,5 миллиарда рублей. За счет федеральных средств предстоит отремонтировать 4 дороги регионального значения. Кенишма-Юрьевец-Пучеш-Пурих 56 километров, Тейково-Гаврилов-Посад 13 километров, Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Иванском районе 3 километра и 4 километра дороги Иваново-Ярославль. 27 километров обновят в областном центре. В 2019 году в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры предстоит провести реконструкцию автомобильной дороги по улице Ивановской в городе Кохма протяженностью 5 километров, завершить реконструкцию автомобильной дороги Лежнево-Хозниково-Шуя в Шуйском районе 6,7 километра, начать строительство автомобильной дороги аэропорт Южный улица Станкостроителей в городе Иваново протяженностью 2,8 километра в рамках реализации проекта «Западный обход» города Иваново. По ряду объектов в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении средств из федерального бюджета дополнительных. По всем трем объектам проектно-смертная документация находится в стадии разработки. Всего на эти цели планируется направить 575 миллионов рублей. У ГИБДД свои цифры. За два месяца текущего года на дорогах погибло 15 человек. За аналогичный период 2018-го – шесть. Рост во всех смыслах катастрофический. Департаменту дорожного хозяйства собираются передать полномочия по организации деятельности региональной системы автоматизированной фото- и видеофиксации. Контроль за нарушителями станет жестче. Необходимо будет обеспечить кардинально обновленный подход к ее работе, поддержание функционирования и дальнейшему развитию. К этому направлению деятельности региональная госавтоинспекция на протяжении последних лет имели значительные нарекания и претензии. И с учетом произошедших сокращений личного состава госавтоинспекции, добиться поставленного результата по снижению количества ДТП и погибших представляется возможным в том числе путем использования соответствующих технических средств, как одного из самых действенных рычагов административного воздействия в отношении участников дорожного движения. Кроме того, начнет работу программа «Десять трасс». Речь об участках, на которых чаще всего происходят серьезные аварии. Анализ происшествий показал, что 58% ДТП случаются именно на 10 конкретных трассах. Там обустроят линии искусственного освещения, пешеходные переходы, барьерные и перильные ограждения, установят светофоры. В зависимости от потребностей каждого конкретного участка. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.